Шао Мрохо! Мы хотим быстро посмотреть, что мы выучили в прошлый раз. Это была тема 10, 10 свирот. Это начиналось с того, что было у нас 10 выражений, по которым Мяшем создает этот мир. После этого у нас 10 поколений, от Адама до Нох, от Ноха до Авраама. Еще 10 поколений мы выучили, что в этот момент те 10 изречений, которые создают эти 10 свирот, 10 каналов, по которым опускается все благословение и все обилие в этот мир, то то, что происходит от Адама до Ноха, эти поколения, они блокируют эти свирот, эти каналы. И поэтому, когда доходит время до 10 поколения, это Ноах, Ноах, начинается все сначала, мир обновляется, потому что он не может продолжать функционировать, как он был до этого. После этого, еще 10 поколений, до Авраама, опять мир, к сожалению, возвращается, повторяет свои ошибки. И Абрам приходит, и тут он учит, что есть другой выход из положения, не только что нужно опять разрушать и обновлять весь мир. Возможно, через 10 испытаний, которые он сам проходит, это тоже приводит к тому, что эти свирот, они очищаются, и это учит того, что человек, когда у него ожидает какое-то особое обилие благословения сверху, и оно не может опуститься вниз, это ведет к тому, что это трение, это знак тому, что есть испытания. Хойзе Люблин говорит, что именно там, где у человека есть испытания, именно там он видит, что его ожидает что-то хорошее, что-то большое, и здесь это должно быть очень большой мотивацией для нас, потому что, когда мы знаем, что что-то тяжело, это значит, что там именно кроется большая браха, большое благословение. Дальше мы понимаем, что когда человек испытывает эти испытания, как у фараона, сначала это было дальше, эти маккот, эти казни, они все приближаются ближе и ближе, и это мы видим, это мы подходим к еще одной номер 10, это 10 маккот, 10 казней, где у еврейского народа был выбор. 80% они, к сожалению, остались в темноте, и поэтому они умирают во время девятой казни в темноте, потому что они не научились видеть свет, но только одна пятая часть, они выходят из Египта, потому что они именно смогут добиться того, что у человека есть еще одно путь, как открыть для себя это благословение, или это испытание, или просто смотря на то, что происходит вокруг меня, и меняя свое мышление, меняя себя, этим человек тоже достоин того, чтобы он открывает эти сферот, и он опять же сам, каждый выходит из Египта. В этом большой хидушь, большая новинка, большая новая, то, что новое открывается для нас, что не только испытания, сами испытания добываются этого, но тоже само мое изменение в моем мышлении, когда я меняю это, тогда это тоже дает мне возможность, чтобы я достиг этой цели, открыл эти сферот, потому что теперь я новый человек, и мое мышление изменилось. Далее, мы видим, что то, что произошло в Египте, каждый год, мы говорим это во время Сейдера, в Холдор, Вадор, Хаев, Колодом, каждое поколение, каждый из нас должен, Хаев это очень сильное выражение, должен, он обязан, чтобы человек испытывал, что он сам вышел из Египта. Имеется в виду, что вот этот урок, который мы там выучили, это значит, что каждый из нас должен действительно сам испытывать это, и пройти, и достигнуть вот это новое мышление, что поможет нам выйти из темноты. Более того, мы знаем, что Галут, само изгнание Египта, оно сравнивается очень тесно с последним, с главным избавлением, которое нас ожидает. Поэтому мы должны понять, что тот урок, который помог нам выйти из Египта, именно это то, что поможет нам выйти из нашего последнего изгнания. Так Рабыни Мухайя говорит, что так же, как тоже, та же Геула, та же избавление, которое было в Египте, оно тоже будет так же происходить во время последнего избавления. Тоже цифры, эти цифры, которые пугают, которые имеются в виду, что 80% против 20, они, к сожалению, возможно, могут повториться, если мы смотрим на цифры еврейского народа и пропорции, они очень об этом напоминают. Мы сказали, что в нашем поколении также фараонов и вот этого рабства достаточно. Есть очень множество разных вещей, которые делают нас рабами и делают нас зависимыми от многих вещей вокруг от нас. Поэтому мы обязаны хаев колодам. Каждый, каждый из нас должен чувствовать себя, что он сам вышел из Египта. Поэтому мы должны помнить об этом и использовать это сейчас именно через Итбоненут, через размышления и меняя свое мышление так же, как это произошло в Египте. Мы сказали, что Рабли Белых из Леженска приводит это красивое объяснение, что хевли Машиах, вот эти последние шаги, последний период времени перед приходом Машиаха, то он говорит, что хевли, это отслов хевель, это веревка, по которой мы держимся за нее. Если во времена прихода Машиах это будет очень-очень интенсивно, настолько, что эта веревка будет бросать нас в разные стороны, и мы будем, у нас будет, будем, ударяться во все разные вещи. и это болезненный опыт. Мы, тот, кто сможет удержаться за эту веревку, тот в конечном итоге пройдет это. И это, как бы, на самом деле, если мы посмотрим на наше поколение, это очень видно, насколько у людей, с одной стороны, есть большое обилие вокруг нас, но насколько много испытаний, насколько много разных вещей нас толкают и пытаются вывести из баланса. Если человек выдерживает это, мы хотели сказать такое объяснение, что хотя кажется, что если я отпущу эту веревку, тогда все будет спокойно, все будет, я смогу расслабиться, мне не будет вот этого жизни, которая меня бросает в одну сторону и в другую. Но именно это нам делать нельзя, нам нужно держаться за нее, мы должны понимать, что такое испытание и когда у нас будет эта сила, у нас будет эта уверенность, что мы делаем правильно, тогда мы сможем додержать до конца. Равдеслиф говорит, что в последние поколения также будет нам очень, нам будет показано, мы дадим скоро пример, что со стороны весь мир, как в Гемории сказано, что этот мир, он он все тут наоборот, если следующий мир это это истинный мир, то здесь все наоборот, видишь людей, которые вроде бы цадик в Ирала, есть праведники, есть хорошие люди, которым плохо, есть плохие люди, которым хорошо, здесь очень много противоречий, и мы, именно это будет последним испытанием, когда мы, нам будет казаться, что все идет не по правилам, не по правилам Торы, вокруг нас. Ромак, Ромоши Кардавера, говорит тоже страшную вещь, он говорит, что даже не подумай, что человек, который окунается в микву, и у него шерет в своей руке, и у него в руке мертвое маленькое животное, которое его делает томе, которое делает его нечистым, и этот человек напускается в микву, но в то же время он держится за что-то, что томе, что его делает нечистым. Говорит Ромак, не думай, что человек, который так себя ведет, который, он не может отпустить то, что нечистое, то, что плохое, это зло, это его какие-то плохие привычки, его мышление, опять же, и так далее, что он с этим, что такой человек будет спасен в последнее избавление. Имеется в виду, что надо достичь вот этой чистоты, этой ясности в своем мышлении, в своей вере, в своем бетохан, в своей уверенности, чтобы быть достойным этого избавления. Как пример рассказывают ученики Мойша Шапира, что Медраж говорит следующее, что в конце времен Ишмайлим, арабский мир, он придет к нам, к еврейскому народу, и он будет предлагать нам состязание, тест, который покажет, кто прав. Имеется в виду, что они скажут, что мы построим мезбех, алтарь, также вы построите алтарь, и каждый из нас, каждый народ, каждая религия, она принесет свою жертву, и мы увидим, кого жертва будет принята, а кого нет. У нас хороший опыт, это уже произошло во время Иляу-Нави, пророк Иляу, когда были Неви и Абаль, пророки Баал, которые были же пророки, и были принесены жертвы, Иляу принес свою жертву, они принесли свою, и, как рассказывается, им было чудо, хотя Иляу все полил водой, и там был огонь с небес, который был ясно всем, что именно жертва, которая была принесена Иляу-Нави, пророком Иляу, она была принята, а не жертва пророков, лже-пророков. Теперь говорит Майдраж, что мы соглашаемся, и это будет главным тестом, и та религия, тот народ, который будет опровергнут, он будет, он скажет, он признает, что он неправ, и он будет признавать, и может быть даже переходить в ту религию, которая выиграет это состязание. И в тот момент, когда Ишмайлим, арабский мир, приносит свою жертву, и мы, еврейский народ, приносим свою жертву, и говорит Майдраж, будет очень четко, ясный знак Мина Шамаем с небес, что именно Карбан, жертва арабов, мусульман, она будет принята, не наша жертва. В тот момент мусульмане придут к нам и скажут, что вот, вы видите, было ясно, четко, Симан Мина Шамаем было с небес, понятно, что мы правы, вы нет. В этот момент сказали, что еврейский народ скажет, мы сказали, нет, слушай, еврейский народ, Ашем един, нет другого, и будет борьба, будет война, и нас вытеснят в пустыню, и там через 40 дней придет Маших, когда уже будет полностью нам показано, доказано, что мы не правы, и все равно в этот момент мы будем уверены в себе, в соистине, тогда через 40 дней придет Маших. Мы понимаем, так объясняют комментаторы, что ясно, что так это не будет, потому что сказано, что Маших придет внезапно, это будет как сюрприз, это будет неожиданно, поэтому не может быть, что у Медвиш нам говорил, описывал, как точно это будет, тогда мы же будем готовы к этому, это не будет для нас испытание, поэтому ясно, что это не будет так, как там написано, но это будет именно очень похоже, что мы, нам будет показано по нашим правилам, что мы не правы. И если еврейский народ в этот момент все-таки будет уверен в своем, тогда нет. Говорится, что когда человек умирает, то у каждого по своему уровню то наступает темнота, он умирает, он ожидает, что его душа поднимается наверх, его, как рассказывается, его родственники, праведники, все будут его встречать, его душа это ангелы. В этот момент тишина, темнота, темнота и темнота. Сказано, что если в этот воспитание, в этот секунду у человека будут сомнения, у него будет хорота, у него будут сожаления обо всем, что он делал в этой жизни. Почему он соблюдал все эти мецводы, почему он соблюдал шаббат, кашют и так далее. Нужно было наслаждаться этим миром, всем, что у него было, потому что мы видим, что после всего ничего там нет. В этот момент, если у него не хватит его имуна в этой темноте, у него не будет достаточно уверенности, что нет, нужно подождать, тогда, к сожалению, у человека он может потерять то, что он достиг в своей жизни. У каждого по своему уровню. Поэтому так важно, особенно в наше время и для каждого из нас, именно всю свою жизнь готовиться к этому моменту и усилить свою веру, чтобы когда это испытание приходит, он сможет его пройти. Значит, мы видим, что надо жить с Хошемом. Надо хорошо питаться, хорошо отдыхать, но сама жизнь, когда мы учимся, когда мы молимся, когда мы делаем митцвод, чтобы это было что-то, где мы чувствуем прямую связь с Творцом. Чтобы это не было какой-то рутиной, какой-то просто, чтобы один день повторялся другим, один шаббат повторялся другим. Это что-то, мы дошли, мы должны выработать какую-то систему, чтобы был какой-то прогресс, так, чтобы мы жили с Творцом. В Песах обычно мы рассказываем следующий пример, который я слышал от Израил Таубер. Он говорит так, что как мы как-то возможно, что после всего, что произошло в Египте, после всех этих казней, сколько человек выходит, только одна пятая. Как мы говорили, что Медреш говорит одна пятая, может быть, одна пятидесятая, может быть, одна из пятиста. Значит, самая лучшая версия это одна пятая часть. Как это может быть после всех чудес, всех этих казней, когда мы видим, что Египет полностью разрушается, для евреев всегда постоянно все хорошо. Как это могло быть, чтобы эта часть, такая большая часть еврейского народа, она не выходит? В Рафтаубер приводит такую гениальную метафору. Представьте себе, что был небоскреб, очень-очень высокий небоскреб. И там человек гуляет, он ходит, и он смотрит вниз, и как-то или сильный ветер подул, или он подскользнулся, главное, что он начинает, к сожалению, вдруг падать вниз. И так как это очень высокий небоскреб, это занимает какое-то время, в середине своего полета он слышит голос. Этот голос спрашивает его, «Если я тебя спасу, ты будешь слушать меня?» Как вы думаете, что... Он говорит «Да, да, конечно». И в следующий момент перед ним появляется хевель, опять же, веревка, и эта веревка прямо перед ним, он хватается за нее всей силой, и он повис. Он спасен. начинает вздыхать, он после всего этого шока, и теперь в следующий момент он слышит тот же голос. Теперь этот голос говорит, «А теперь отпусти эту веревку». Отпусти эту веревку. Он сейчас ее держит, он сейчас, он теперь безопасен. Сейчас ему тот же голос, который он сказал, что он будет, он просит его отпустить ее. «Только одна пятая, может быть, одна десятая, может быть, одна из пятиста, то, что хорошо приводит, одна пятая, только одна могла отпустить ее». Другими словами, за все эти казни статус феврейского народа полностью изменился. Из рабства мы чувствовали себя свободными, мы разбогатели в это время, египтяне должны были покупать у нас воду, и они боялись нас. У нас полностью появился комфорт, у нас не было больше этого страха. И теперь мой Шарабейну приходит и говорит бросить все и выходить в пустыню. У каждого было огромное количество детей в пустыню, где нету ни воды, ни магазинов, ничего нет. Как же можно это все сейчас, в такой момент, просто все оставить? Только одна пятая могла это сделать. И как мы сказали, Рабейну Бахай, что так же, как избавление из Египта, то же самое будет, когда будет избавление из наше избавление. Мы должны знать приоритеты, мы должны знать, что, за что держаться, за что не держаться. в другими словами, мы понимаем, что когда у нас есть сила, есть разум, наш сейхиллоки, чтобы из того, что происходит вокруг нас, извлечь изменение в мышление и как-то постараться сделать, достичь того, чтобы мы не были под влиянием того, что происходит от нас и это то, что нам учит Циат Митцраим, что пятая часть, они не проходили из испытаний, они просто посмотрели вокруг, что происходит и до них доходит это, становится ясным, что только Ашем управляет этим миром, только от него все зависит и больше ничего, и поэтому они удостовольствуются выйти из этой темноты к свету, к исходу из Египта. Сегодня мы хотели поговорить о важной теме, которая опять связана с испытаниями, что иногда как добиться особенного хэн, особенной, как сказано, что Ашем в Ноях он понравился Творцу, что как понравиться, чтобы человек был получить такое обаяние, специальный шарм, тяжело перевести хэн, это что-то, что в небесах этот человек он мот сахэн, он находит симпатию в небесах, такой человек, его жизнь совсем выглядит по-другому. С другой стороны, есть такой концепт, как дохэк это шарм, человек толкает, он всеми силами пытается добиться до того, что он себе поставил целью, он считает, что он отобьется с Творцом, как мы сейчас увидим, но это опасная вещь, как мы сейчас постараемся объяснить. Значит, у нас мы видим, что человек не впадает в депрессию, он не остановит ультиматум и Творцу, он начинает войну против него, он понимает, что перед ним испытание, это то, что мы должны в нашей жизни делать, но когда человек дошел от этого, какие старания, какие шаги он может предпринимать, чтобы это испытание перейти. в хэн, как мы сказали, что такое найти симпатию, понравиться в небесах, это то, что мы говорим каждый день, мы говорим в Биркет Амазон, в Гаслане после еды, в немце хэн вэсэхэлтоу бэйне ашэм бэйне луким вэадам, найти хэн, найти симпатию, найти понравиться в глазах Творца и людей. Где мы находим это, у кого был особенный хэн, это Эстер Амалка. Царица Эстер сказано, что она в, сказано в Мигела во второй главе, вэносат хэээстер, вэтии эстер, нисэт хэн бэйне коль рээ. И у Эстер есть особый шарм, находит такую симпатию во глазах всех, кто ее видит. Все считали, что она именно из их народа, она как-то благословна к ним. Как у нее это получилось? Откуда можно получить вот этот хэн, который также у Творца, в небесах, также среди людей? Давайте немножко посмотрим, кто такой Эстер. Эстер рассказывает гемора в Мигела, это Ютгимал, тринадцатый когда ее мама забеременевает Эстер, ее отец умирает. В тот момент, когда она ожидается, ее мама умирает. Она даже на момент, нету даже секунды практически, где она, у нее есть родитель. Она вырастает, ее дядя Мордыхай берет ее к себе, позже она женится и жизнь достаточно как-то находится, приходится к какой-то стабильности, но позже Ахашвирош, царь, ищет себе новую царицу и для этого конкурса хватают самых красивых девушек и, как ни странно, берут Эстер. Сколько в этот момент Эстер лет? По мидражам выходит ей или 73, или 76. имеется ввиду, что она не так молода. Также Гемерра говорит, что она была ярока, она была зеленого цвета. Я имеется ввиду, что да, после того, как она была уже там, она кушала такой кошерный еду, и поэтому тоже это на нее повлияло. Но в любом случае сказано, что именно она выигрывает этот конкурс красоты, а именно в ней Ахашвирош видит, что она будет следующей царицей. именно она Моцехен, она находит симпатию, она нравится всем. Ответ сказано в той же геморе, что Рахель в заслугу о своей цниут, о своей скромности, она от нее ее потомки это Шауль, царь Шауль. То, что у Шауля есть цниут, есть особенно скромность, видимо, это когда он становится царь, он убегает от этого. У него из его потомков Эстера Малка. Эстера Малка, опять же, сказано, что у нее есть вот эта скромность. Что это за скромность? Это не скромность, что она была как-то закутана. Эта скромность сказано, что она у нее есть есть это качество молчания. Сказано что она не говорит откуда она ее род. Хотя Ахашвирош ее постоянно старается соблазнить и сказать всеми обещать все, что угодно, чтобы она ему сказала откуда она, от кого народа. Он очень переживал, что она из какой-то очень простолюдивной, нет аристократического происхождения. и на самом деле Эстер от царя Шауля поэтому для нее это было бы очень-очень важно открыть это, но так как Мордоха и сказал не говорить, она не говорит. У нее качество, что она не, у нее есть качество штика. Давайте подумаем, что такое штика, что такое молчание. С одной стороны, Голинский Гон пишет в Игоря Тагро в своем письме в своей семье, что за каждый момент молчания, каждую секунду, что я не скажу, мы не говорим даже о вещах плохих, о какой-то лошанара, злословии, просто я что-то, я себя, я не скажу что-то. Человек Захая он дослуживает Ора Гонус, это скрытый свет, который Ашем скрывает с начала этого создания, в жизни создания. Что-то потрясающее, то, что человек свою речь, он берет свою речь, он не просто что-то говорит. Далее со мной было похоже, случилось недавно, я получил письмо от одного из слушателей, и он сказал, он очень четко описал, что в шестом уроке на тридцать восьмой минуте, и столько до секунд, он точно описал, что я сказал, но после этого ему было непонятно, к чему это все привело. И для меня это было таким шоком, что каждое слово, каждая мысль, каждая все записывается, все четко фиксируется, все известно, и нам нужно будет отвечать о каждом нашем поступке, о каждом нашем слове, о каждой нашей мысли. Теперь, это более актуально для всех, естественно, как мы используем свою речь, но есть молчание, которое более глубже, это молчание, то, что было у эстер внутри человека, что у него нету никаких сомнений, у него нет никаких жалоб, у него нет никакого чувства огорчения внутри, и этих забот, она, хотя с ним происходят совершенно необъяснимые вещи, и она, у него есть все-все причины быть настроенной, жаловаться, сказать, «Хашем, как это может быть, как ты мог такого допустить, чтобы это со мной случилось?» У нее есть штика, у нее есть молчание снаружи, но также внутри. Объясняет Ребхайм Зайчик, один из Талмидий навардок, Зайчик в предсмерти, он, мамыш, он написал это, есть такая книга Ор-Хадаш, Новый свет, это очень подходит к нашей теме, он открывает этот свет для нас, что он объясняет, что у Эстера Малка откуда у нее появился этот хэн, это особый свет, который стал, все ее любили, и не только наверху, не только внизу, а тоже наверху, потому что у нее не было штика, пневмит, у нее было внутреннее молчание, у нее не было никаких сомнений, никаких жалоб против Творца насчет того, что с ним происходит. Когда человек достигает этого уровня, это хэн, сказано, что наверху миры, миры, миры вселенной, которые полны вот этого хэн, когда у человек поступает правильно, у него есть эта штика, пневмит, вот это молчание внутреннее, тогда он заслуживает, что этот хэн, он опускается в него, вниз, и он наполняет человека, и это не только наполняет его, это выплескивается, это выплескивается наружу, и потому что то, что опускается вниз, это уже не возвращается назад, и это чувствуется, то, что мы говорим, что человек доходит до этого хэн, приятно быть вокруг в его компании, он уступает, он есть особый такой шарм, который от него исходит, потому что у него есть внутренняя удовольствие, радость, у него нету никаких сомнений, никаких жалоб по отношению что происходит с ним. Так, мы видим, это непросто, это непросто, что у человека нету внутри этих всех сомнений и так далее. И также есть люди, которые, они такие шатканим, они молчаливые, они контролируют себя, и они видят, но мы не видим, что у них есть хэн, мы видим, что у них есть, мы хотим быть в их компании, мы не видим, у них есть какая-то особая новая скромность и так далее. Наоборот, у них какая-то они угрюмые, хмурые. Как же так? Мы видим, что они такие, у них есть это вроде бы, кажется, что у них есть это меда, есть это качество, штыка, молчание. Ответ, что нет. Это молчание у них только снаружи. внутри они полны всяких торумат, жалоб, проблем, претензий и так далее, и так далее. Потому что если внутри, нам нужно добиться, чтобы именно внутри не было этого. Как рассказывается, что один Рожко или один человек, изучающий Тору, у него была проблема со злословием, он не мог контролировать, у него постоянно о всех, что бы ты ни сказал, кто бы ты ни сказал, сразу же критика очень все, все очень строго, остро. Постоянно у него есть комментарии на всех и на все. Через некоторое время его встречает его друг, и он говорит, оказывается, он написал целую книгу о злословии. Как, насколько это плохо, комментарии, Хобетсхайм, то, что он написал, и он написал целую книгу об этом. И человек, который его встретил, он сказал, что действительно было потрясающе. Ни слова Лошенера, он ни слова не сказал Лошенера, но он сказал, что это Лошенера, это злословие выходило из его глаз, из его уши, из его носа, оно шло. Это было, но он не сказал. И это недостаточно. Поэтому сказано, что нужно быть Сурмера, отойти от зла, Вяссайтофи, сделать хорошее. Недостаточно просто себя как-то контролировать и удерживать, и так далее. Это внутри, это остается, и это постоянно как-то просто бурлит, и это будет видно, это не будет Хейн, и тут нет ни будет какой симпатии, нет никакого. Это не то, что имеется в виду. Имеется в виду, что именно внутри человек должен достиг до этого уровня. Как другой пример, Ромаши Бояра рассказывал, что когда он был еще мальчиком, ему поручили какую-то посылку, отнести посылку одному из Бахурим, одному из молодых людей, который учился в Яшиве, недалеко от их дома. Он пришел туда с этой посылкой, он хотел передать, они начали разговаривать, но вдруг ему позвонили что-то срочно, и он вошел в комнату, и Маши Бояра остался снаружи ждать. Но он не мог уйти, ему было слышно практически весь разговор, который происходил внутри. И это был очень-очень тяжелый разговор, там было громко, и было что-то связано было с Шедухим, с какой-то с невестой, с поисками невесты для этого малого человека, и он говорил с родителями, это было очень-очень эмоционально, было очень тяжело. Он был уверен, что когда он выйдет, у него будет красное лицо, он будет в слезах, и он будет в ужасном настроении. Но когда заканчивается разговор, проходит пару мгновений, открывается дверь, этот парень выходит с улыбкой, сияет без каких-либо знаков, признаков, что было что-то произошло, что-то негативное произошло только что в этой комнате. И Мой Шебая сказал, что он подумал, что это, он актер, он играет, это на самом деле внутри у него все очень плохо, он просто, он притворяется, что ничего не произошло. Позже, когда он с ним больше познакомился, он увидел, что у этого молодого человека есть пневмюд, у него есть действительно настоящие внутренние качества, он не просто актер, он действительно, у него есть хороший, высокий, а его характер действительно показывает, что у него есть хорошее качество. Поэтому он решил, что он это делает, чтобы другим не было неудобно. Как говорит Рубас Санат, если у человека плохое выражение на лице, у него такое скверное настроение, и он это показывает другим, это как будто бы он роет яму в Решут-Рабим, в общественной улице, он роет яму, и он вредит другим, потому что если у меня очень негативное, плохое выражение на лице, тогда люди, которые меня видят, опять же, они от этого страдают. Поэтому он решил, что у этого малого человека это он очень внимательен, чтобы это не повредить, не вредить другим. Позже удалось с ним поговорить, и этот молодой человек открыл ему свою тайну. Он говорит, на самом деле это не из-за этого. Это, дело в том, что когда у меня есть какие-то испытания, у меня очень что-то тяжело происходит что-то тяжелое, то у меня есть выбор. Или расстроиться, и быть таким в депрессивном настроении, или нет, сказать, что достаточно уже, что у меня произошло что-то плохое со мной, что это тоже заберет у меня мой симхат ахаим, мою радость жизни. Неужели недостаточно, что да, что-то произошло тяжелое, неприятное, так неужели, что мне это даст, если это тоже, теперь я буду весь в таком ужасном настроении, что мне это даст? Наоборот, хотя бы давай я останусь с той радостью, с той радостью жизни, которая у меня есть. Я это веду, что не то, что он должен был как-то играть что-то, или он заботился о других, чтобы им не повредить. Нет, это не начиналось даже. Он внутри дошел до такого уровня, что это не оставляло какой-то след на нем, который повлиял бы на его настроение, на его мацафрух, на его настроение, на его душе, и поэтому ему автоматически он чувствовал себя хорошо. Этот человек, можно сказать, что совершенно непропорционально своим возможностям, своим талантам, своим связям, он достиг потрясающего успеха в своей жизни. Хотя, я говорю, совершенно, у него не было никаких килем, не было никаких инструментов, чтобы до этого дойти, но у него было, у него был вот этот хейн, у него была вот эта настоящая симпатия, настоящая возможность, что он вработал к себе, что бы ни произошло, он шел дальше, у него не было этих травм, этих жалоб и так далее внутри себя. В сур-мыра, как мы сказали до этого, мы должны быть осторожным, не дохе-эташа, не толкать, не стараться добиться чего-то, если я что-то решил. Давайте дадим этому пример. Была семья, которая в течение 30 лет у них не было детей. 30 лет. Но с самого начала, когда у них видно, что были проблемы, они не рождались дети, они решили, муж и жена, что у них будут дети. Они сказали, что Ашем поможет им, они будут молиться, они ходили к Котель, к Синеплаче, к Кеварохал, к могиле Рахель, они 40 дней там, 40 дней там. все сегулот, они пробовали все, они старались, также медицински, но все они знали, они сказали, что мы знаем, Ашем нам поможет, это произойдет. 30 лет это продолжалось, 30 долгих лет. После 30 лет они сказали друг другу, может быть, Ашем не хочет, может быть, ответ нет, может быть. Давай скажем, нишмат холь хай, есть такая красивая молитва, мы говорим ее в шаббат, в праздники, в конце Псукет-и-зимра, мы благодарим Ашему за все, что он нам дал, за все, что он делает для нас, мы будем чтить все, что у нас есть, и все, на этом, возможно, что Ашем, может, не хочет. и они сказали, они поехали к Котаре, 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 они изменили свою перспективу, через 2 года у них родился мальчик и девочка, меньше, чем 2 года. Этот отец, он объяснил, что, он считает, что все эти годы, когда он молился Ашему, и он требовал, чтобы действительно у них были дети, и так далее. Внутри, 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 хотя, действительно, он обращался к Творцу, у него не было никаких войн, никаких ультиматумов, но он, у него был неток, у него был нетук, он отрезал себя от, от, связи с Творцом, потому что вот эта боль, вот это вот, то, что он не мог согласиться с тем, что это, может быть, ответ нет, эта боль, она сделала, раз, такую, трещину, трещину, в своем, двикут, в своей связи с Творцом, и это, внутри, 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 только потом он мог это почувствовать, он понял, после того, как он сказал, что нет, нет, это тоже ответ, и мы, у нас, это не зависит от, как люди не понимают, что молитва, это не средство получить то, что ты хочешь, молитва, это средство, что ты связан с Творцом, что твоя жизнь нависит от Творца, это не просто средство, что я хочу, если моя молитва не отвечается, тогда эта молитва, она не, наоборот, главное, это молитва, когда он это понял, когда это, еще пришла, пришло избавление, у них родились дети, 32 года, значит, человек, он толкает, он старается добиться того, что он хочет, неважно, что на его дороге, его главное, он знает, что Ашем ему это даст, говорится в Геморе, следующая вещь, что каждый, кто опускает себя, Ашем его поднимает, каждый, кто Каждый, кто старается добиться славы, чести, высокой позиции в обществе, то эта позиция, эта высота от него убегает, каждый, кто убегает от этой чести, от этой высокой позиции, она бежит за ним, и следующее, то, что мы говорим, кто-то толкает свою часть, свое время, он старается добиться чего-то, что не должно произойти сейчас, он, то этот час, это время, которое у него есть на самом деле, оно убегает от него, но тот, кто не делает этого, даже когда приходит его час, он идет в сторону, тогда Шао Медото, и она забирает его. В Авшалом, например, как пример, Авшалом, он старался быть, добиться своего царства, даже против своего отца, Довида Меллах, скончается очень плохо для него, можно сказать, Хаман, Хаман, у него было все, все, что можно было добиться, в этом мире, но так как он старался уничтожить, Мордыха, уничтожить еврейский народ, он потерял все. Корах, с другой стороны, тоже Корах, он считал, что все, что у него есть, это недостаточно, он хочет быть, он хочет быть, он хочет быть правосвященником, и так далее, есть множество примеров. В Геморьев, в конце, в конце, в Брахот, приводится другой пример, там сказано, что Равьейсев и Раба, Равьейсев был Синай, как гора Синай, имеется в виду, что он знал все, все источники, все, что есть, Талмуд, Тасаев, все, что угодно, это было в его голове, все очень организовано, любой источник у него был, Раба, он был пилпул, он был харив, он был очень острый, его, ну, потрясающий интеллект, он мог спросить тысячу вопросов и дать тысячу ответов, все, что было тяжело, у него был на это ответ. Спросили, кто выше из них, нужно было найти Равьейсев, Равьейсев или Раба, Синай или харив, вот это вот пилпул, возможность отвечать и быть человеком, который потрясающий интеллект, который может ответить на все вопросы. Ответ был Синай, главная информация, главный источник, если у нас нет источников, ты не сможешь ничего спросить, ничего ответить, потому что ты не знаешь, о чем говорить. Равьейсев, у него была такая информация, что он, когда он становится в главе Ишивы, через пару лет он умирает, поэтому он отказывается от этого, хотя у него была возможность стать во главе самой большой Ишивы. Раба становится, Раба Решива 22 года, и после этого он умирает, Равьейсев становится Решивой, он живет 2,5 года, и он умирает. Говорит Гемера, мы видим, что Равьейсев тем, что он отошел, даже хотя у него была хорошая причина, но даже это непросто. Он продлевает свою жизнь на 22 года, потому что он не бежит и не старается добиться того, даже когда у него есть этот шанс. Духеет Аша, стараться добиться того, что тебе не следует, в следующем же время мы больше об этом будем говорить, это опасно, не должно, надо это быть очень осторожным. Поэтому Мааша объясняет, что есть три стадии, если мы должны, наши отношения с Ашемом, наши отношения с людьми и также отношения сам с собой. Поэтому у нас есть три греха, по которым человек должен пожертвовать своей жизнью, но не сделать это, это илопоклонство, это наши отношения с Творцом, это запретные связи, это отношения сам с собой и это убийство, это отношения с другими людьми. Эти три вещи человек не может сделать, даже если его, он пожертвует собой, потому что и так, и так он жертвует собой, если он это делает. Поэтому, говорит Мааша, почему эти три вещи? Если человек себя ставит выше других, это он идет против Творца. Если человек себя охочит в какую-то высокую позицию, он ставит себя против других людей. Если он он старается добиться и несмотря на все чего-то, что он хочет, тогда он разрешает самого себя. Так что мы должны следить за этим. Мы выучили, что такое несет хэн, что такое настоящий хэн, как добиться этого хэн, как добиться этой быть, чтобы в Шамаем, в небесах и так же вокруг. У человека особая аура, у него особая симпатия вокруг всех и это нужно избегать дохэкет ша, толкаться, толкать свой ша, потому что если человек это не делает, то наоборот ша омэдет ло, то время идет за ним, у каждого человека есть свое время. Мы заслышаем, чтобы все о том преуспели. Спасибо.